Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 11 октября 2018 года. Сегодня у нас четверг, трендовый день, и он диктуется, его правило диктуется главным событием, которое произошло за последние 24 часа, и которое влияет на рынки, и которое является основным. По сути, это единственная новость, которую мы будем с вами сегодня обсуждать. Начну про меня сразу же на нее. Эта новость заключается в том, что произошло резкое падение американского фондового рынка. Dow Jones вчера упал на 832 практически пункта, это минус 3,15%. Это третье крупнейшее падение за всю историю американского фондового рынка. Поймали его внизу на уровне 25,598, ну а так, как вы знаете, на 27, он шел уверенно на 27 тысяч. Пасдок упал на 315, практически на 316 пунктов, это 4,08% падения, сейчас составляет 7,422 пункта. И индекс S&P 500 упал на 94 пункта, минус 3,29%, сейчас остановился на отметочке 2785. Практически все красное, миллиардеры потеряли очень много, говорят, там, Джефф Бельзес потерял несколько миллиардов долларов и так далее. Ну, у него их 150 в активе, поэтому там это не страшно, но просадка глубокая, все встревожились. Тут же выступил Трамп и говорит, что это коррекция, причины коррекции понятны, это Федерал Резерв поднял ставки. Вот, и это, кстати, справедливое замечание, почему? Потому что поднятие ставки означает удорожание кредита, повышение стоимости товаров, снижение конкурентноспособности страны. Это всегда вред, чистый вред и только вред, ничего кроме вреда, поднятие любой ставки рефинансирования Центробанка. Это значит, что Центробанк берет за пользование деньгами денег больше бизнеса и поэтому ухудшает экономическую обстановку. Но почему-то все уверены, что теперь сейчас все откатит и рванет резко наверх, а надо набирать теперь активы. И факт, никто не знает, как долго это может продолжиться. Может, действительно надо набирать, а может и нет, потому что ставку подняли значительно по сравнению с европейской нулевой. Ну и мы смотрим события на азиатских биржах, основные индексы Китая, Японии и Кореи, Новой Зеландии ушли тоже в красную зону вслед за обвалом на фондовом рынке США. Поэтому так уж сильно говорить, что прямо сейчас немедленно надо набирать американские ценные бумаги, я бы не стал, надо посмотреть все-таки. Но давайте посмотрим, что у нас на других рынках, как это повлияло на другие рынки. А фондовые рынки России и США мы, конечно, сегодня неоднократно с вами обсудим. Биток, друзья, отреагировал, отреагировал падением, причем достаточно серьезным. Лой был, давайте уже, понятно, что здесь мы поторговались и не пробились, а лой мы показали сегодня. 6 тысяч 29 долларов за один биткоин. Почему биткоин упал, мне не совсем понятно. Посмотрите, уперлись в сильную поддержку, мы здесь были не один раз. Мне не совсем понятно. Мне кажется, вот биток надо покупать. Люди уходят с фондового рынка и надо идти куда-то. Они пойдут сейчас на форекс и на криптовалюты. Это совершенно очевидно. Картинка по эфириуму та же. Резкое снижение, но уже откат на 152 доллара. Невысокая цена. Лайткоин тоже резко вниз. Но я думаю, все, друзья. Вот эта паника, она и завершена. Классик резко вниз. Здесь манера резко вниз. Биткоин кэш резко вниз. И упал резко вниз. Американский сорт нефти резко вниз. А на каком часе это случилось? Ну, целый день, да? Прямо целый день. Вот здесь пробили и прямо провалились. Это часовой график, я смотрю. И вот последние часы отбиваются. Я не очень понимаю, почему нефть там вниз. Наоборот, мне кажется, вот сейчас надо все подбирать, все, что упало. И крипту, и нефть. Вот этот уровень, 71.75, я думаю, это и все. Это и все, друзья. Все, кто хотел продать, продали вчера и сегодня. Индекс доллара, соответственно, тоже ушел вниз. Ну да, вчера пробили и сегодня. Не верю. Индекс надо брать сейчас в этой ситуации. Уходят деньги с фондового рынка, они приходят на форекс и на крипту. И нефть. Сейчас все откатит, кроме фондового рынка, может быть. Или, ну, посмотрим. Фондовый рынок будем обсуждать в течение дня, там очень серьезная тема. Друзья, соответственно, мы с вами по евро. Смотрите, мы вчера с вами отметили, что пять одинаковых графических фигур, пин-бар так называемый, когда узкое закрытие в верхней трети дня, это значит символ того, что разворот, разворотная фигура сильная. И посмотрите, вчера мы обсуждали вот ровно на этой отметке, на уровне пин-бара. Стояли, болтались. И посмотрите, те, кто вошли вчера и поверили в эту теорию, что в пятый раз за четыре месяца уже 77 пипсов заработали бы. А это было коллективное обсуждение, общее мнение. Надо верить в себя. Если на графике мы видим, что в четыре раза за четыре месяца так было, то почему это сейчас так не случится? Вот, пожалуйста, вам 77 пипсов за сутки после обсуждения нам рынок принес. Надо в себя верить. Фунтик в этой ситуации наверх, но уже откатил. Доллар-иена была внизу, уже откатила. Мне кажется, почему-то надо брать доллар-иену, потому что она живет назло всем. Доллар-франк был внизу, откатил. Доллар-канадец снижается, но уже остановили его, понятно. А вчера, кстати, он вырос. Потом, вот это, мне кажется, самое непредсказуемое было движение вчера для меня. Австралиец хорошо растет, кстати говоря. Новозеландец растет, но уже остановили. Австралиец прям так красиво вырастет. Надо подумать, что там, какие внутренние новости. Золото хорошо выросло и вчера, и сегодня. Бро хорошо выросло. Да, золото и серебро тоже могут вкладывать, друзья. Это абсолютно, так сказать, терная такая мысль. Вот. Ну, а фонды в рынок, я не думаю, что прям сегодня все начнут вкладываться. Как-то так немножко подзапугали. Так вот, мне кажется, сегодня день шанса всех других валют, криптовалют и металлов. На этом панике падение фондового рынка почему-то и все упало. А что все упало-то? Наоборот, деньги с фондового рынка уходят, они же куда-то приходят. Поэтому, мне кажется, обратная волна по всем инструментам, кроме фондового рынка, сегодня должна быть, кроме американского фондового рынка. А в 16.30, когда вернутся американцы, мы посмотрим, как себя вести. Сегодня день новостной. Если они вдруг потянут резко импульсом вверх, ну, наверное, в 16.20 лучше закрыться, так честно говоря. А день постоять, так сказать, в покупках крипты, доллара и металла вполне можно. Вполне можно, потому что денег будет сегодня здесь побольше. Далее, коллеги, вот такие у нас новости. Давайте спросим, что думает по нефти WTI монета. Вчера, кстати, она показывала байт. Что интересно, с утра движение было наверх, но вот, конечно, последние события, они сильно изменили картинку. Вот. То какое-то... Ну, и вообще не сильно так укрепились, конечно, в движении наверх вчера. Но все равно какая-то попытка была, а потом, конечно, последующие события все изменили. Так что мы сейчас спросим про нефть у монеты, а также, коллеги, с вами давайте посмотрим, что вчера показали предварительные запасы. Они показали положительные запасы 9,7 миллиона баррелей. Это очень большой объем, и это, конечно, добавило кошмара падения цен на нефть. Ну, и тоже выкуплено уже все, я думаю. Sell by две стороны у монеты, и мы с вами ее бросаем на них WTI, и видим, что монета сегодня видит бай. Вот. Пока два минуса, один плюс на этой неделе у монеты, 11 октября – бай. Давайте вместе смотреть на эту ситуацию. Будет ли бай. Мой вывод, друзья, еще раз повторю на сегодня. Да, макроэкономику давайте посмотрим, что сегодня у нас. Праздников нет. Выступлений, которые бы вызвали мой интерес, пока нет. 14.30 – публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. А ничего там, что там мы вчера обсуждали в Европе должно быть. Индексы американские в 15.30, мы их в последнее время не смотрим. Ну, в общем-то, запасы сырой нефти в 18.00 сегодня, и, в общем-то, и все. С Питера в крупных нет. Все, коллеги, подводим итоги. На мой взгляд, сегодня проложением снижения фондовых индексов вслед за американским вполне может быть. А вот что касается доллара, криптовалюты и металлов, мне кажется, должен быть откат. Деньги уходят с фондового рынка, они приходят куда-то, друзья. И то, что американцы, выводящие деньги с американского фондового рынка, вложат его в доллар, вполне это допускаем. Мне кажется, вот это сегодня центральное событие дня после вчерашнего сильного, напомню, обвала американского фондового рынка. Спасибо всем, коллеги. Удачи сегодня.